Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 724. События дня. Иисус Новин 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. За 6 декабря 2017 года. Вчера мне скинули фильм посмотреть. Документальный фильм называется «Реформация 500. Протестантам». Вот так название по-русски зарядить, только в ютубе-то и сразу найдешь. Интересно, довольно поставлено. А там протестанты отзываются, какие хитрые, вроде бы начали за нас, а потом против нас. Люди, которые в протестанты пришли, а потом ишли в православие. Рахиль Загидулина. Слезы благодарности текли, пока смотрела этот ролик к Христу. «Через вас, дорогой мой духовный отец, приветший меня в истинную церковь». Вот она должна на той неделе, примерно через неделю, приехать к нам сюда. Мы отмечаем 20 лет, как нам Бог дал возможность молиться в здании, где мы находимся. Александр Волков. «Без Игнатия Тихоновича, а Роман, это о малыше говорится, быстро в какую-нибудь секту отколется». Вот одну букву он показал – «отколиться». Отколиться, как будто бы он наркоман, отколится и уйдет. А отколиться – это значит отойдет. «Без Игнатия Тихоновича, а Роман быстро в какую-нибудь секту отколется». Это надо слышать. Рустам, вчера тут занятие было, и там неласково ответил Игорь Добунов. Что там сказал? Я не участвовал в этом. Просто сидел здесь, ждал, когда вопросы будут задавать. Рустам, я не тот человек, который после такого фурора будет чернить. Нет, я совестливый человек. Насколько вы знаете, совесть – это тот участок души, который взаимодействует Бог с человеком. А если совести нет, или если она прожженная, ваши проповеди никак не сопоставляются с поведением Игоря Добунова, вашего близкого знакомого и члена вашей общины. Поэтому я был шокирован и удалил всех. Но ваши проповеди, они гениальны, и это от Бога. Жаль, что так все случилось. Вы сами знаете, как и с кем вам обходиться. Участвовать в занятиях у меня больше желания нет. Я буду и дальше трудиться над собой, а вы там сами разберетесь как-нибудь. Мир вам и дому вашему. Слава Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Молчанием предается Бог. Когда ты видишь, что согрешает человек, знай истину, и не возвестил. Но если видел, так и возвестил бы. Рустам, сказал чуть-чуть, только где-то там, и никакой еще драки не было, ничего. Все, от всех отошел. Ну, да какой же ты тогда сам-то? Я тогда привожу такой пример. Это в городе Фрунзе было. Наши ехали. На автобус, на остановке, народ. И вот один куражится и пристает по-малому ко всем. Кто-то отодвигается, кто-то пытается урезонить. Подходит молодой человек, прилично одетый. И когда этот собеседник, в кавычках, придвинулся к нему и начал что-то доказывать, он так же молча, апперкотом, послал его за штакетник тут же. Тот кувыркнулся через штакет, встал, огляделся, вытер себе лицо и уже обратился ко всем. Я вот этого и искал. И заковылял в никуда прочь. Притча 24.10. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Вот у нас был архимандрит Юрасов, Амвросий. И он говорит, как у них, у монахов, существует правило испытывать. Допустим, договариваются все, и одного начинают испытывать. Что-то наговаривать на него умышленно. Между прочим, у святых это было. Как человек будет выносить? Это напоминает, когда в Антиохии свалили статуи императора Феодосия. Ну и туда епископ поехал. И те, которые решили императору сказать, как они восстали там, потому что лишен был город там каких-то льгот. И статуи императора свалили, и волоком тащили ее по земле, привязали. Ну и жалобщики полетели в Москву, ну то есть в Константинополь. А епископ Флавиан с этой стороны. И у тех сломалась дорога и колесница, пока ремонтировали, епископ первый успел приехать. И когда клеветники-то после приехали, а, мне кажется, Милетий даже был, да, кажется, Флавиан. Я говорю на память, третий том творения Иоанна Златоустова. И говорят, они, ваше императорское величество, лицо вам грязью все замазали. Он утер, лицо? Нет, лицо у меня чистое. Вот и все. А один человек сказал не так, как ожидал. И уже с целым обществом единомысленных, то есть с христианами, расстаюсь навсегда. И то у нас тут люди и с Австралии, и с Украины отовсюду были, и женщины. Так а сколько еще смотрят? И все, со всеми расстаюсь. Значит, у вас никогда друзей не было и не будет, Рустам. Это не годится. А один человек сказал не так, он тебя, может, испытывал или что, и сам подумает, и разложи-ка, прослушай еще раз. Где что не так говорил? Может, тебе именно эта встряска и нужна? Ведь взрослый человек уже щетина растет, правда, в бороду никак не окрутится. Гомерическим смехом будут сопровождать демоны такого человека на всех перекрестках. Не ударили, не пинали, а всего лишь малое слово, невмещаемое в изнеженную натуру жена подобного существа. И уже на весь свет разобиделся. И снова залезть в берлогу, облекаясь в тогу борца за справедливость. Будут трудиться над собой. Да трудись. А когда ты один, то что ты будешь трудиться-то? Ты сам себя и не знаешь. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Раба! А этот-то не раб тебе, вообще легко переносится. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других, которые выше тебя саном, может быть, и священником задевал. Но все это испытал я мудростью и сказал, буду я мудрым. Но мудрость далека от меня. Вот так я буду собой заниматься. Я думал, дьявол меня не возьмет. У вас такие слова, видно, что... Ну, не понимаете смысла их. Теперь дьявол меня не возьмет. Ну, еще кувыркнулся. От кого? Ну, далеко то, что было, и глубоко-глубоко, кто постигнет его. Обратился я с сердца моим к тому, чтобы узнать, исследовать, изыскать мудрость и разум и познать нечестие глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ей. Так вот и решай, кто ты, грешник или нет. А чего ж так строго-то обзыскивать-то? Ну, обдумал маленько, сказал, юмора никакого нет, вам только к старообрядцам. Берегите друзей. Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенной, и изливать, покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился, и тебя обидел невзначай. Провинился, друг, и повинился. Ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легше мы друзей своих теряем. А обретать же их куда трудней. Если верный конь поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его. Вини дорогу, и коня не торопись менять. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много. Опасайтесь потерять друзей. Я иных придерживался правил в слабости, усматривая зло. Сколько их в жизни друзей оставил? Сколько от меня друзей ушло? После было всякого немало и бывало на путях крутых. Как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных моих. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною не прощенные однажды или не простившие меня. Расул Гамзатов, перевод Гребнева. Евтушенко Сергей пишет. Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. «Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля», – сказал он в своем обращении. «Израиль называет Иерусалим своей единой и неделимой столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитый полвека назад у Иордании и позднее аннексированный». Ну, источник откуда? Ривка, ревека, кавычки. «Он, Иоанн Креститель, увидел тирана, неспровергающего законы брака, и с дерзновением объявил посреди площади, «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего! Вот и ты поправь хотя бы товарища своего по служению, равного тебе по чести, и даже если придется тебе умереть, немедленно образумить брата. И не говори мне этих глупых слов таких, «Какое мне дело? У меня нет с ним ничего общего. Только с дьяволом у нас нет ничего общего, а со всеми людьми у нас много общего. Ведь они причастны той же природе, что и мы. Населяют ту же землю, питаются той же пищей, у них тот же владыка. Они приняли те же законы и призваны к тем же благам, как и мы. Поэтому не будем говорить, у нас нет ничего с ними общего», – Ян Златоуст. «Так, Рустам, много общего. Выговори отдельно, выйди на него, поговори, встреться, а я ухожу. Ну, сколько лет ты уходил, сколько ты лежал, чего добился? Физиологическая несовместимость с жизнью. Ну, сам посмотри-ка, сколько с тобой бед-то было, и все из-за характера, и с чего? Ну, Игоря не будет. А таких-то? Сколько Игорев на твоей встречалось дороге-то? А Игорь может тебе быть другом. Он надежный друг может быть, да? Грубо говоря, да, не нравится. А я с ним жил, вот, с стенкой в моем доме, тоненькая стенка, 14 лет. И мы не расстались. 14 лет он мне на квартире жил, конечно, бесплатно. Я прошу тебя, образумся, не делай этого. Вернись. Вы изнеженный такой, видно, что подкаблучник мужик-то, тебе не надо замуж жениться, то есть. Сергей Игнатов. Слова святителя Иоанна Златоуста побуждают к благочестию, благовестию, как Иоанн Креститель, и обличению нечестивых, не бояться начальствующих и правителей грозных». Вот если бы вы с нами ездили в этой поездке от Тихого до Атлантического океана, вы бы до первой остановки и дальше уже скинулись и ушли. Что-то говорили не так, заставили не то делать. Ну, разве можно так? Вот прочитай стихотворение Расула Гамзата. Он тебе близкий. «Мир вам», — говорит Сергей Игнат, — «а молитве к Богу за нечестивца». Господь дал своим апостолам власть прощать человеку грехи или не прощать. Апостол Павел послал на одного нераскаянного грешника и лосслужителя слепоту, а другого распутника в руки сатаны для измождения плоти. У нас нет такой власти, как у апостолов. Священники обязаны накладывать на раскаившихся грешников, если это указано в канонах церкви, и пяти мил. Миряне после второго обличения нераскаившегося нечестивца даже удаляются от общения с таковым, но не оставлять своего прошения ко Господу, а его в разумлении. «Мне отмщение я воздам», — говорит Господь. Здесь ничего и не было. Я подумал, даже он не к тебе и сказал-то это. Ну, сказал слово. Ну и что? Даже по имени назвал. Ну и что? Мир вам! Когда я смотрел видеоролик о собрании Крестово-Звиженской общины за 3 декабря 2017 года, то задумался над самооправданием одного ее члена, который покинул место работы, хвала ему, что внес свою лепту на благо общины, до ее завершения оставил своих товарищей. Для себя я вынес урок, что все свои поступки, которые совершает человек, нужно в отдельных случаях заранее разъяснять, чтобы не выведет каким-то дезертиром «Век живи, век учись». Это если вы знаете, это «Век живи, век учись». Грузин ехал дорогой и прислушивается к умным речам-то. Это вроде бы скажет нехорошее рассказывать анекдот. Да почему анекдот-то? Это в жизни бывает. Я встречал подобное. Ну и ребенок поел там смятку яйцо-то и ложечку оставил там, а мать сидит и говорит, ну, сынок, сколько раз тебе говорила? Серебро темнеет от соприкосновения с яйцами. Он посидел маленько, а часы у него карманные достал, в нагрудный карман положил. Да, век живи, век учись. Я пишу одному. На нашем сайте есть книги, которые только в интернетной версии. Три тома книги «Открытым оком». 31, 32, 33 тома. И четыре тома стихов моих. По 800 страниц каждый том. А они там в пейджмейкере. Готовы к изданию. Не могу издать по финансам. Я показываю где. А книги «Открытым оком» это по 752 страницы. Как их поставить туда? Но я могу их послать по-другому. А как бы их вот так же сделать на нашем Ютубе более доступными, перевести в файлы? Возможно ли это? Я могу все эти семь книг перевести в Word и выслать вам в Скайпе. Это я пишу Новикову Сергею Александровичу. Картинку можно будет обговорить. Вот кто подскажет, как это сделать? Вот Библию я насчитал. И в аудио которой перенесли. Там можно слушать. А вот Word. Как перенести? В моем мире. Вот сейчас я вчера опубликовал беседу мою с Александром Менем. Вот попутно сейчас покажу. Человек, чтобы увидел, о чем я говорю. Вот государство. Мень. Вопрос 3396. Это мне вопросы задают. Я в университетах преподавал там. Или по радио. Не знаю, где это. В краевой библиотеке есть книги отца Александра Меня. А в церковной лавке их ни разу не видела. Почему? Я отвечаю открытым оком. Это в 20 томе. Страница 128 по 193. То есть 65 страниц текста занимают. А вот здесь. Здесь не 65, а в два раза больше. 109 страниц. Вот таким текстом. Какой здесь есть. Я отвечаю. Усмотрели в его трудах нечто вредное. К ним очень настороженное отношение. Я беседовал с ним. И эту беседу протранслировали, когда я вел радиопередачи. Потом после пожара в моей квартире на Никите на 147.1 пленка исчезла. Недавно сломался у меня компьютер. И пока он был в ремонте, пришлось напроситься к сестре Галине Кубайкиной. Там и увидел у него на рабочем столе компьютер две папки с нашей беседой с отцом Александром. Оказывается, с магнитных катушек. Кто-то снял на кассеты. И уже перевели в цифровые данные. Меня попросили опубликовать нашу беседу. Сестра Галина перепечатала. И теперь даю ее почти полностью. То есть то, что сохранилось. У беседы нет начала и нет окончания. Она была 2 октября 1982 года. Новая деревня называется. Ну и дальше вот Александр Мень. Говорит, я прокручусь сейчас. Вот посмотрите. Дальше Игнатий Лапкин. Я ему рассказываю о себе. Теперь он говорит, я. Я говорю, он и я. Вот так вот. Мы говорим. Я бы мог даже сейчас проверить, сколько раз. Так, подойди кто-нибудь у меня. Возьмите аппаратуру. Я на ходу сейчас сразу сделаю это. Там поднимите вот эту вот. Кто-нибудь. Подойди сюда. Никита, о. А то потом к этой теме мне не вернусь уже. Пойду туда направь. Я быстренько скину это все отсюда. С той стороны заходи сюда, где провод идет. Вот. Я сейчас что делаю? Сколько раз мы какие вопросы поднимали? А как это узнать? Ну, очень просто. Вот я сейчас заряжаю А-Мень. То есть Александр Мень. Я ее скопировал. Ctrl-H ставлю. Теперь вставляю сюда и внизу. Вот сколько раз. Так, я. Так. Александр Мень. Здесь вот мы обменялись. 141. Я даже не знал. Это прямо с ходу сейчас. 141 вопрос. Он указан. Так, это не все. 141. Теперь дальше. А-М. Вот здесь вот А-М. Это Александр Мень. И опять. Сейчас я заряжу. Узнаем. То есть это сокращенно. Александр Мень тоже. 140. И здесь 241 замена. 241. Дай-ка постойкой. 241. На 283. То есть примерно 382 вопроса. 382. Ну а я теперь посмотрю. Минутку. А сколько раз я здесь. Ему отвечаю. Тогда среднее что-то будет у нас. Вот видите. Какое. Показываю как это делается. Я вот вставляю здесь. Ctrl-H. Замена. Техник это не понимает. Я на одно на одно. На то же самое заменяет. Так. 387. Так. Повторяю. 387. Ил. А вот чтобы полностью. Игнатий Лапкин. Сейчас я посмотрю. Сколько раз еще. Так. Где-то здесь есть должно быть. Не Ил. А просто чтобы Игнатий Лапкин было. Вот оно. Сейчас я посмотрю. Сколько раз полным текстом. Я так говорю в этой нашей беседе. Повторяю. Беседа не полная. По смыслу-то как бы должно быть одинаковое. Это сколько раз. Вот одна замена. А как так. Даже не верится. Одна я. Почему так. Одна. Получается 387. Да. Одна у меня. 388. 382. Александр Мень. Вот видите как. Ну то есть. Вопрос-ответ. Почти. 382 вопроса и ответа. И недавно эту беседу обнаружили. В аудио она у меня есть. На нашем форуме. Виноват. Виноват. На нашем сайте. Вот здесь вот. Когда звук и видео. Открываешь наше. Звук и видео. Вот. Архипелаг ГУЛАГ. А потом разные. Духовные материалы. Полезные. Не православные. Но полезные. Я нажимаю на них. И вот тут. Дмитрий Дудко. Мои беседы. Аудио. Вот. Второе. Александр Мень. Наум Борщуков. Гордеев. Дусе. Фрунзе. Александр Мень. Еще. Вот это наверное не опубликовано. Второе. Амвросий Юраса. Пивоваров. Сгорел священник. Геннадий Пас. Беседа с адвентистами. Ну вот какие. История церкви. Ну вот сколько здесь всего есть. Кто же это? Трагедия русской церкви. Все это начитано. Начитано. И кто-то бы должен. Помогите мне. Сделать это. Как файлами. Поставить на нашем видеоканале. Ну вот наша какая беседа. Я сейчас опять на место все поставлю. Чтоб тебя освободить. Благодарю. Вот и все. Давай сюда поставим. События дня. Дорогой Игнатий Тихонович. Христос среди нас есть и будет. О себе я писал вам ранее на ваш кистине Майл.ру. Два кистине, два Майл.ру. С тех пор в моей пенсионерской жизни, с момента знакомства с вашим сайтом во свете Библии, живу по вашим роликам ежедневно, вашим проповедями. Можно даже добавить, как будто живу в вашей общине. Слава Христу! Теперь уже не представляю себя без вас, ваших проповедей и всех ваших помощников. Поэтому, как и многочисленные ваши сподвижники и друзья, ежедневно жду и с радостью смотрю все ваши ролики. Всем сердцем и с радостью благодарю Христа и обнимаю всех вас. Мне трудно даже сказать, скольким же я вам обязан, прежде всего за то, что перепахали меня всего, за то, что живой своей верой показали мне истинного Христа. Дай Бог вам крепкого здоровья и не болеть. Ваши проповеди и благовестия о Христе нужны всем любящим вас, именно как воздух. Спасибо вам за все, дорогой Игнатий Тихонович. Дай Бог вам долголетия во славу Божию и во благо всех нас. Благодарение и слава Христу! Дорогой Игнатий Тихонович, можно ли у вас приобрести ваши книги «К истинному православию» и «Толкование Нового Завета» Блаженного Феофилакта. Мне хотелось бы получить от вас 12 экземпляров книг «К истинному православию» и 2 экземпляра трех томика книг «К истинного православия» Блаженного Феофилакта, которые я хочу подарить своим родственникам и рассказать всем им о вас, вашей общине. Если это возможно, то, пожалуйста, посчитайте, сколько я должен перечислить вам рублей за эти книги и сколько рублей за оплату почтовых расходов на их пересылку. Полагаю, что книги желательно бы отправить двумя посылками по категории «простая», то есть без объявления ценности. Думаю, что удорожать почтовые расходы вряд ли стоит. Как вы наверняка знаете, почтовый тариф отправки посылки «простой» должен быть общим весом не более 20 кг. При этом самый дешевый тариф «простой» посылки без объявления ценностей. В связи с этим, думаю, что общий вес 12 книг «К истинному православию» и 2 экземпляров трех томика толкования Нового Завета Блаженного Феофилакта скорее всего составит более 20 кг. Поэтому считаю, что в данном случае эти книги целесообразнее отправлять двумя простыми посылками без объявления их ценностей. Но на этом, конечно же, не настаиваю, а полностью полагаюсь на то, как управит вас Господь Бог. Ты, Володя, слышишь, нет? Да. Как? Отправлять. Еще одна очень важная для меня просьба, дорогой Игнатий Тихонович. В одной из книг к истинному православию, в одном из экземпляров первого тома толкованного завета Феофилакта «Пожалуйста, Игнатий Тихонович, благословите меня их изучение вашими автографами и вашими об этом напутствиями, на молитвенную, а вас память во славу Божию». Ну, скажу, что я это делаю, но на Евангелие не делаю на Новом Завете. Нет, не делаю, никогда не делаю, изменять не буду. А на к истинном православии, это моя книга, могу. После получения вами денежных средств по ссылке прошу отправить по адресу, ну, полностью адрес, я его убрал. «Заранее благодарю вас и всех ваших братьев и сестер общины, а также отца и Акима за ваши труды и благовестия, а батюшку за истинное пастырство Титюшев». Это он писал 4 ноября 2017 года, город Бугуруслан, Оренбургская область. Письмо вчера случайно обнаружил, это уже больше месяца оно у меня лежало, нетронутое. Ну, сегодня отправил ему, он сразу, скажите цену, одно письмо нашел давным-давно, уже не знаю сколько месяцев назад из Америки, человек Крещков, Андрей, он помог по файлам разбить златоусты, я сейчас выставляю на видеоканале-то. А я подумал, что это просто, ну, в аудио и стоят, а не то, что они в отдельные файлы. Ну, и не посмотрел. Но, что интересно, почта вся выбрасывается, а это я в архив заложил. И он у меня стоит на виду. А теперь я уже вчера закончил обработку. 1262 файла получилось. Это златоуст 12 томов. Ну, обнаружил, одного файла нету. Файла 42-го в 12 томе. Уже списался с ним. Ну, и вот теперь он найдет и письма там. Юрий Соболев. Мир вам, Игнать Тихонович, трудно представить, но все же вообразим, что в некое время человеческой истории, в некой стране с тысячелетней христианской истории, христианской культурой точно, где православному христианству на конституционном уровне предоставлены небольшие, но преференции. Это самое православное христианство в лице архиереев и монашествах становится главным врагом и препятствием самому себе. Вообразим некий город с миллионным населением, в котором возводятся новые прекрасные храмы. Появляются образованные молодые священники, желающие трудиться на жатве Христовой, мирян, желающих нести евангельскую весть, и проводить катехизацию мирян, желающих присутствовать живым духовным образом в литургии, а потому создается народный хор, с которым занимается многое регулярно, совершенно безвозмездно. Один из вышеназванных священников проводится занятие по изучению Святой Библии. Вот тут сказать нужно, что проводить катехизацию мирян, это все правильно. А мирян, слово, мирян, это неверное слово. Мирян, ну, мирские люди, оно как-то сходится, думаю, что надо его заменить. У старообрядцев это слово простец. Простец, то есть, не обреченный никаким церковным саном. Более подхоже. Простец, простой человек. Ну, еще какое-то слово. Просто говорить христианин. Просто христианин. Когда монахи принимают сан, то, как говорят, принимают ангельский чин. Я слышал, говорит, ну, может быть, в виде рассказа только. Профессор расстается с академистами, там, и говорили, вот некоторые из вас приняли ангельский чин, а некоторые остались все же людьми. Остались. Вот так. И он говорит, но вдруг епархия начинает вытеснять этих людей из предоставленных ранее помещений под разными нелепыми предлогами. Это вдруг становится ненужной епархией с прекрасными храмами в миллионном городе, где многие-многие православные желают участвовать и участвуют в жизни церкви. Появляется забота о том, что здание дореволюционное, и нужно сохранить культурное восклицательный знак, церковное наследие. Не гоже такому людскому потоку протекать ежедневно по сим-хоромам. Люди начинают задавать вопросы, люди начинают понимать ход богослужения, осмелились предположить чисто гипотетически, что прихожане начинают узнавать про Десятину, православный Дорескот, начинают читать священное писание у православных-то. Информационно епархиальная служба активно освещает достижения таких служителей, но на внутреннем уровне эта епархия буквально выдавливает этих служителей вместе с людьми из своих помещений, оставляя лишь одну альтернативу – храмовое богослужение, то есть зачастую без проповедей, даже воскресных, крестные ходы и паломничество. Неужели эти слова спасители не считали и не знают в этой епархии-то «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиенны. Вдвое худшим вас. Матфея 23, 13. И не срашаться этих слов. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Матфея 21, 40, 41. Между тем, эти слова Христа весьма актуальны, ибо рядом с этой страной с тысячелетней христианской истории есть много миллионов сосед, не ведущий Бога, и с иных сторон этой страны есть множество народов, дышащих ненавистью. Нам остается лишь молиться об этой епархии и просить молитв близких по духу и вероисповеданию братьев и духовных наставников наших. Спаси Христос. Ну и мой ответ такой, сами сказали, только молиться, ничего не сделаешь. Как Златоуст говорит, никого не боюсь, кроме епископов. Это он когда было. И когда Златоуста ссылали, там он шел в кукус, тащили, его везли, и между, видимо, два осла, и между ними натянутая палатка, и на ней он лежал. И узнали это, и епископ Фаре-3 со своим монашеским спецназом залегли в горах и ждали, когда он пойдет, чтобы убить его. Иоанна Златоуста, поймите, что Златоуст в 407 году только скончался, не дойдя до места ссылки, второй, вот, и как он упал, и как катился над пропастью, его задержали, и как воины, которые охраняли его, притарианцы, говорили, лучше в руки несчастивых и саврян попасть, чем в руки этих злых зверей, то есть монахов. Они такие остались. Я отвечаю, Лука 29, когда услышите о воинах, смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. 1 Коринфо 11, 19, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Откровение 22, 6, «И сказал мне, си слова верные и истинные, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Иоанна 16, 2, Евангелие, «И сгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так что еще не до полной кондиции дошли православные. Я-то 55 лет это терплю, знаю все это. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами». 2 Тимофеев 4, 3, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Юрий Соболев, «Благодарю за поддержку, Игнат Тихонович, за иных не скажу, но для меня всякое ваше слово ценно и важно, тем паче, ежели сие слово Божие через вас услышанное к тому или иному месту события». Вот я ему сказал, я ни одного слова не сказал, то только места писания, и все. Роман Проликов, «Любите врагов ваших, Бог Евангелия, слава Ему». Он назвал Богом Евангелие, они у него говорят, что ты, где-то видел Бог Авраама, Исаака, Иакова, если Бог Евангелия, в Библии нет. Поэтому будьте осторожны. В общем, правильно. Осторожны. Но он является и Богом Евангелия, он его создал. Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, писали. Когда мы боремся с врагами нашими ближних, тогда враги наших ближних становятся нашими личными врагами. А врагов надо любить. Несмотря на то, что враги называют себя христианами, они забыли о радостной новости. Им надо напомнить о ней, благовествовать, бороться с Словом Божьим с духами злобы. Не христианам тем более надо благовествовать, а не идти на них с оружием против плоти и крови врагов людей. Там разговор у них был на занятиях, это я оттуда взял у них. Сам тоже в этом участвую. Где сейчас империя Византии с войсками имперскими? Где египетские монастырские республики исчезли из-за того, что в свое время не отправляли благовестников к арабам, которые потом приняли ислам и захватили их. Вот это абсолютно точно, Роман. Ну, на сегодня хватит. Редактор субтитров Корректор А.